Эксперт реакции Германии на брифинг по ракете 9М729 образец дисциплины 25 января 2019 года РИА Новости Эксперт Реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 образец дисциплины Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ «Патриот» в Московской области Источник изображения, РИА Новости Владимир Остапкович, министр иностранных дел Германии Хайкомаас заявил, что от России требуется большая степень прозрачности Со стороны Москвы было недостаточным показать одну ракету 9М729, сообщает газета ДТГСПИГО Со ссылкой на агентство КПА Показать одну ракету этого недостаточно, заявил, по информации издания, глава МИД Германии после встречи с госсекретарем США Майком Помпио По информации издания, немецкий министр подчеркнул, что существуют четкие требования к прозрачности До сих пор Россия не проявила готовность обеспечить полную прозрачность Ожидания сохраняются, и ход остается за Россией, приводится в сообщении слова МААСА Минобороны России 23 января провело брифинг для иностранных военных Атташе, где была представлена ракета 9М729 комплекса Искандер-М, которую США считают нарушающей ДРСМД, и ее характеристики Как сообщили в Минобороны, на брифинг были приглашены военные Атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран Военные Атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг В эфире радио Спутник Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал заявление главы МИД Германии Поведение Германии в связи с беспрецедентным брифингом, который организовали в Минобороны и РФ, выглядит странно, алогично Странно не прийти на брифинг, не увидеть ракеты, не задать вопросов и при этом говорить то, что было сказано Но такое поведение странно по меркам здравого смысла, а в политическом смысле поведение Германии последовательно Хайка Маас недавно был с визитом в Россию и поддерживал американскую позицию по готовящемуся выходу США из ДРСМД И если посмотреть на состав группы военных Атташи, которые отказались приходить на брифинг, то можно увидеть образец блоковой дисциплины внутри НАТО США лидеры этого блока заняли определенную позицию и имеют возможность заставить всех своих союзников делать так, как нужно Соединенным Штатам Поэтому поведение Германии нужно оценивать в этом двойном ключе, считает Алексей Зудин Гассекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля 24 января 2019 года права на данный материал принадлежат РИА Новости Материал размещен правообладателям в открытом доступе Субтитры создавал DimaTorzok